Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы продолжаем играть за вас в Торо, уже третий эпизод у нас идёт. В прошлом эпизоде нас заточили в гроб, но нам удалось оттуда выбраться, и теперь мы ищем... Ну, сложно сказать, что мы ищем, но думаю, что-то мы да найдём. Герд Доктор Вейкфилт здесь, чтобы увидеть вас, Майнхер, мой господин. Впусти его, Герд. Кстати, вот у вас в Дорже есть второй сезон, и, по-моему, во втором сезоне будете играть вот именно за этого персонажа, который сейчас в центре экрана, насколько я помню. Это насчёт твоего пациента, не так ли? Это не тот ли доктор, что в самом начале консультировал нас? Ну, не в самом начале, а в начале второго эпизода. Нет, нигде нет ни его следа. Он не показывался для своих последних сессий. Я был в его доме, конечно. Его, ну... Домохозяйка, что ли? Ну, не домохозяйка, это Landlord, Landlady. Арендаторша. Ну, помещица. Говорит мне Google. Хозяйка гостиницы, владельца дома. Вот, владельца дома, в общем, подходит нам более чем. Владельца дома заверила меня, что он отправился в путешествие несколько недель назад и сих пор не вернулся домой. Он не сказал, куда отправляется. Значит, происходит то, чего я боялся. Что вы имеете в виду? Прости, мой дорогой друг. Моя первая мысль об этом, когда ты описал свои сессии с Гером Давидом... А, я впервые подумал об этом, когда ты описывал свои сессии с Гером Давидом, а как же врачебная тайна? Ну, я не хотел расстраивать тебя без нужды, поскольку я надеялся на лучшее. Теперь я боюсь, что мои подозрения становятся правдой. Есть несколько вещей, которые мне нужно сначала уточнить. Я обещаю, что я свяжусь с тобой, как только узнаю что-либо важное. Брошулгер, доктор. Это дело огромной важности, и никто не должен о нём знать. Эпизод 3. Четыре свидетеля. Одним из которых мы, собственно, и являемся. Ещё один умер, а возможно, что вот этот доктор, а не тот, который делал нас сессии, а тот, кому он нанёс визит, как раз являясь одними свидетелей. У меня такое чувство, будто я брожу по этим улицам уже часами. Наверняка я уже близок к тому, чтобы найти путь отсюда. Из этого лабиринта. Здесь лестница, давайте. Так, а назад мы не можем вернуться, что ли? Ты слышал их? Это вороны, ищущие... Ищущие соны слабых и умирающих. Они зовут друг друга. Они, должно быть, что-то нашли. Вы не могли бы мне помочь? Так сложно разобраться в этих улицах. Я боюсь, что я потерялся. Вы не могли бы направить меня? Да, потерянный. Я могу дать тебе направление. Мне было даровано возможности сновидения. Я могу взглянуть глубоко в твое прошлое. Я могу взглянуть в твое прошлое и размотать гибелем твоей судьбы. Очень поэтично. Хотел ли бы ты, чтобы я закрыл свои глаза, чтобы твои могли открыться? У меня нет денег. Деньги не важны. Подойди ко мне поближе. Маска. Пустые глаза смотрят на меня. И безголосый рот зовет тебя. Его губы изгибаются. Плево то, что они видели, или то, что еще увидят. Ты думаешь, что это лицо незнакомца, но оно твое собственное. Сейчас я подумал, что может это карта Таро, но видимо это не карта Таро. Умирающая звезда. По-моему, это рыба. Ты потерял свое направление. Ты следуешь поток, но ты не знаешь, куда он движется. Думаешь, что ты сбежал, но на самом деле ты все ближе и ближе. Какая же карта определит мою судьбу? Может это? Ходящий. Ты начал великое путешествие. Но ты уже проходил этот тропун. Ты наступаешь на свои собственные отпечатки внутри круга огня. Все? Я не понимаю, что все это значит? Я не могу этого понять. Нити, которые ты сплел в своей судьбе, слишком... Слишком крепко. Плотно сплетены, дитя. Ты поймешь. Да, ты поймешь. Это должна говорить не я, но ты должен сам открыть это. Помни, что в том плане мы видим только то, что ближе всего к нам. Птица остается на расстоянии. Если ты хочешь уйти, ты должен следовать пути птицы. Я больше не могу дать никаких указаний. Прошу прощения, я должен уйти. Тебе понадобится карта, чтобы направить шаги. Прощай. Все же лучше бы я скачал русификатор. Некоторые персонажи так заворачиваются и фразы, что трудно что-то понять. От этого молодого человека мы уже видели. Куда-то он нас заводит. Очень темно, и не осмелюсь продолжить свой путь. Эх, вот я кажется, допустил ошибочку. Просто можно было бы открыть еще одну секретную штуку. Если мы смогли пройти за ним сразу до конца. Уличная лампа пытается хоть как-то осветить весь этот мрак. Ох, честно говоря... Ох, честно говоря... Это неприятное место. Только у нас загадки с рычагами. Это я люблю. Остатки лошади свисают с крюка на стене. Ее кровь стекает на обу. Неприятное место. Может, пойдем отсюда? Давайте не будем здесь задерживаться. Дом мясника. Не то место, где я хотел бы находиться. Так, а тут-то мы уже были. Начнем с того. Ох, проклятие, туман. Мы отсюда точно не выберемся. Мне нужна какая-то лампа. Господи, одно место хуже другого просто. Эти буквы, похоже, были написаны здесь чем-то масляным. Слово крыса. Я не уверен на предупреждение или заявление. Что-то масляное. Ну, собрали много этой воды, но мне нужен какой-то контейнер. О, господи. Ты можешь оставить себе мою жалкую королеву, ты можешь оставить себе мои драгоценности. Останься здесь, если ты желаешь, и смотри в мои глаза. Я тень тени, и я не разочарую. Это очень странно. Это просто мусор. Сгнившие остатки еды и разбросанные бумаги. Скрытые. Кажется, мы можем пойти еще сюда. Так, у меня здесь туман. Кажется, мы не сможем пройти тут. Старая лампа. Ого. Нет, она никому не принадлежит. Можешь взять, если хочешь. Я не уверен, что будет. Котне будет долг без масла. А масло-то мы уже знаем, где взять. Да, ведь? Я только не помню, куда надо. Вот, все. Да, здесь и правда легко заблудиться. Что, мы не можем? А, я думал, мы сразу... Да, наверное, сразу так. Мы не сможем залить масло. Куда нам надо? Что же это был за человек? Что он от нас хочет? Где мы еще не были? А тут мы не были, однако. Забитое окно обвечало его дома. Пыль покрывает... Пыль покрывает стекло, из-за чего я не могу увидеть, что там внутри. Ну да, если бы мы видели, что там внутри, мы бы, наверное, сюда не пошли, да? Какая-то странная... штука. Давайте повернем, что ли. Лучше тут не задерживаться. Лучше тут просто не задерживаться слишком долго. Так, мы с этой лампой мы, видимо, ничего не сделаем. С фонарем, точнее будет сказать. Стекло все запотело. Судя по всему, у меня поверхность и отпечаток руки. Так, все-таки, наверное, что здорово, но то, что я брожу по кругу, это меня не особо тарапит. Мы можем зайти еще... А, нет. Господи, что мне делать? Подскажите мне мою судьбу, пожалуйста. Я следовал за человеком, он должен был пройти здесь. Что это за человек? Высокий, хорошо одет, рыжий и с холодным взглядом в глазах. Кошмар, о котором мы не говорим. Все мы, спящие или проблудившиеся, видели этого человека когда-либо. Ох, что-то похоже. Хорошо, что мы не смогли за ним пройти. Пожалуйста, скажите, как выбраться отсюда? Выбраться? Нет пути выбраться из тумана. Можно только бродить вокруг и теряться. В тумане все звезды умирают. Ну, очень полезно, конечно. Очень поэтично и очень полезно. Что-то я уже начинаю отомляться. Может, тут есть хоть что-то? Но здесь есть лишь темнота. В темноту мы не поедем. Ни при каких условиях. Я повернул какие-то рычаги, может, тут что-то изменилось. Но нет. Я вот что-нибудь зрителю только то, что тут разные, на самом деле, рычаги мы можем поворачивать. То есть я сказал, да, типа загадка с рычагами и забыл про это. Ну вот. И я не знаю, как я это сделал, на самом деле, просто случайным образом нажимал на рычаги, но в конце концов... Я думаю, если я постарался, я бы нашёл какую-то окипку. Так, мы забрали ещё глубже в логово зверя, а я вот как бы мясники... Мясники в таких историях никогда ничего хорошего нам не приносят, мне кажется. Бутылка джина, пустая, она может пригодиться. Ну, о, да, мы сможем сюда собрать масло. Машина старая и, похоже, не починена. Судя по всему, какая-то машина для фильтрации. Истрельное состояние её, похоже, использовали как раз-таки недавно. F. Что это такое? Давайте не будем. Мы вот бутылку получили. Сейчас никто у нас не нападёт. Всё, можем идти. Спасибо, мистер Мясник, что решили не возвращаться в свой магазин, очевидно. Теперь у нас есть бутылка, это значит, что можно собрать туда непонятную жидкость. Так. Так, сначала нужно отфильтровать нашу масляную воду. Так, всё было здорово, если бы я мог запомнить с первого раза, куда как попасть в нужную мне локацию. Потому что у меня с этим нет проблем. Можно закрыть её обратно? Нет, мы не можем закрыть её обратно. Может, она и кучу, смотрим эту загадку. Наверное, на второй раз три часа бы разгадывал. Такс, как это работает. Так, наверное, нужно вот сюда слить воду. Отлично. масло теперь плавает на поверхности. Я высушу всю воду, пока она не уйдёт. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Пока всё тихо, но атмосфера всё же весьма гнетущая. Не такая гнетущая, хотя, может быть, даже и более, чем была в первом эпизоде. На второй эпизоде было много людей, поэтому там не было особо страшно. Вот сейчас у неё становится действительно жутковато. Чё, пойдём в темноту? Так у нас есть лампа, ше, или не работает? А! Надо поджечь ещё лампу каким-то образом неведомым. Мусор. Что же делать? Кто подожжёг мне лампу? Может быть, вы, госпожа гадалка? Нет. Нет, однако я пришёл гораздо куда надо. У нас тут что-то горит. Да, честно говоря, это не та вещь, которую можно было бы легко заметить, на мой личный взгляд. Так вот, если бы мы сначала выполнили эти манипуляции, а потом пошли сюда, там была бы такая, ну не пасхалка, но достаточно интересный момент с этим мужчиной. Насколько я знаю. Старое поношенное пальто свисает в сейшелке. На одном кармане тут пара перчаток. Возьмём. В чёрте, что мы выслоровали чьи-то чужие перчатки, нам они явно пригодятся больше. И совсем даже не страшно. Портрет джентльмена, чей стройный взгляд кажется знакомым. Наверняка это один из свидетелей. Старая бутылка, покрытая пылью. Ну-ка. Ну-ка. Так, похоже, недавно срубили. А может залезть наверх, действительно. Как тут, похоже, смола. М-да. Голыми руками мы собрать не можем, не голыми руками мы собрать не можем. Дверь закрыта. Ну ладно, видимо, наш удел идти на второй этаж. Яркий лук. Эта картина уже потускнела. Что ж тут так темно? Удивительно прекрасная юная женщина. Очень аристократичная на вид. Теперь, когда мои глаза сфокусировались в темноте, я могу увидеть, что человек, который сидит на кровати, это старая женщина. Она одета как юная девушка по какой-то причине. Похоже, она меня не слышит. Мне придется идти поближе, если я хочу объясниться. Может, ну его? Ну ладно. Супоем, супоем. Тут есть что-то среди углей. У нас есть перчатки. Что это? Металлическая сфера. Дверная ручка. Очень паэтичная сань дверной ручки. Здравствуйте. Нет, я не хочу больше танцевать и петь. С меня хватит на сегодня. Я хочу мой лимонад. Чего играть? Странный человек. Я еще джентльмен. А он хорошо одет. С рыжими волосами. Знаете его? Он приел меня в это место. Нет, отец. Я практиковал последний репертуар, как ты и приказала. Я сегодня хорошо себя вела, не так ли? Кто вы? На самом деле, мадам, я боюсь, я никогда не встречал вас раньше. Я не знаю, кто вы. А, вы не узнаете меня? Нет. Мадам, мне боюсь, что нет. Мне очень жаль. О, нет-нет. Ничего страшного. Все в порядке. Прошу наговорений сих пор, как я в последний раз выступала, я думаю. Но не забудьте это, я великая маленькая киска. Певица, танцор, танцовщица, золотая девочка музыкальных залов Лонтона. Хочу выбраться из этого места. Прятки. О, я люблю игры. Я хожу в туман, когда хочу уйти отсюда. Папа не может найти меня там, видите ли? В тумане нет лиц. Давайте поиграем. Ой, давайте не надо. Не надо. Теперь встаньте рядом с каминами, считайте до трех, пожалуйста. Только не с камином. Хнык. Раз, два, три В какое время, мистер Волк? И что? Кажется, ликонство стало больше Раз, два, три Что за время, мистер Волк? Ой Нет, комната явно меняется Раз, два, три Что за время, мистер Волк? И оно тоже не так страшно Мы на сцене? Я все будем считать постоянно и уверен, все придет в норму Раз, два, три Что за время, мистер Волк? Еще одна песня Что за черновщина только что случилось? Моя голова раскалывается И куда она ушла? Куча щей на полу после исчезновения Кэти Господи, Кэти А чего перевела? Здесь маска О, маска О, маска Это здорово Она сама, когда упала В ней есть нечто гротескное И мне не нравится, как она выглядит Под маской Под маской Фотография О, ну это мы уже видели Шоу маленькой Кэти Девочка под светом Прожектор в музыкальном зале Поющая под пианино Да уж Записка Восьмое марта сорок третьего Я вымотана Отец стал меня репетировать сегодня восемь часов Вот я когда стринг готовился Я тоже так делал А, наверное, тогда на пианино играл её отец К концу музыка исходила волнами под его три Блин, сложно сказать что такое Вейверт На самом деле сложно перейти эту фразу К концу музыка Ковыхалась Дрожала под его Тоже дрожащими руками До дня представления Ещё долгое время Но он наставил что всё должно быть идеально Ещё одна песня Говорил он снова и снова Мы видели Кстати фразы ещё одной песни Отец действительно разозлился на меня Я начал кричать Когда после многих часов репетиции Я сказал что я хочу выйти И поиграть немножко на улице Он всё больше и больше одержим Репетициями, концертами и идеалом Разве я не так зарабатываю деньги Чтобы кормить нас? Разве не так Кому люди приходят с всей стороны И кем восхищаются Хоже на убил отца, да? Разве не моё имя напечатано на всех постерах? Моё имя Куклы на продажу на ходе театра Они походят на меня У них моё платье Мои прекрасные волосы Я должна быть той Кто делает решение Ещё одна песня Да, ещё одна Последняя песня для тебя, папа Да Давид сказал что Что это за звуки, чёрт убери Что там в шкафу? Ну да, ой Логично Мы все ещё играем в прятки Небось Кто-то смеялся Не смешно, не смешно совсем Портрет человека средних летом выглядит стревожно Да я тоже выгляжу сейчас тревожным Что это? Так кому ж там так смешно? Здравствуйте Смех идёт из-за Занавеса Я бы легко видеть силу этой фигуры на другой стороне Просто слушайте эти прекрасные звуки Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Блин, на чем человек может так смеяться, я даже не знаю. Это, блин... Кутом, не знаю, посмотрел на концерт Задорнова. Хо-хо-хо-хо. Я такой хо-хо-хо-хо. Зеркало, наверное, чуть ли не на всю стену. Ну, большое настенное зеркало. Но покрыто пыль, поэтому я не могу узнать свое лицо. Кто там, черт побери? Это... Это... Это кукла с пропорцией как у живой. Ее лицо было удалено, оставляя ее безликой, но ее парик сияет ярко, как будто это человеческие волосы. Пластинку заела, но повторять снова и снова, выключить ее. Без волос. Кукла выглядит еще более беспокойще. Давайте, наверное, закончим на этом. Что-то стало подозрительно тихо, а я сейчас начинаю нервничать. Так, доски забиты... Ааа, что я не сон, доски блокируют окно. Не могу только увидеть совсем немножко того, что снаружи. Ладно, надеюсь, что вам понравилось. С вами был Вангард, и до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.